Блин, Кузнец, да это просто офигенно! Мы с тобой теперь как две капли воды самые настоящие! Это просто суперски! Тебе правда нравится, Пиксель? Серьёзно? Да, конечно, нравится! Тебе капец как сильно идёт! Гораздо лучше, чем этот дурацкий чёрный фартух! Теперь ты выглядишь как-то, знаешь, ярко, по-по-современному! Мне кажется, что все зрители и подписчики моего канала прямо сейчас со мной согласны! Да, кстати, ребятки, всем привет! Меня зовут Пиксель! Ну и как вы уже поняли и как вы уже заметили, прямо сейчас я нахожусь у себя в деревне жителей номер 13! Ну ё-моё, вы посмотрите на него! Кузнец сегодня осмелился немного поменять свой лук! И это выглядит просто офигенно! Серьёзно, я не устану это повторять! Кузнец, ты, ты огромный молодец! Просто молодчина! Блин, Пиксель, спасибо тебе за добрые слова! Я не ожидал, если честно! Да не за что, Кузнец! Это правда выглядит очень и очень круто! Да уверен, что все жители деревни это тоже оценят! Ё-моё, наконец-то в нашей деревушке, ребята, появился какой-то смельчак, который решил одеваться не так, как все! А то, знаете, как-то, даже если честно, надоело! Все фермеры выглядят одинаково! Все кузнецы выглядят одинаково! Приходится постоянно напрягаться и различать их по лицам! А теперь, ребята, сделать это будет очень и очень удобно! Ох, денёк, конечно, начался действительно здорово! Но для того, чтобы он так же круто продолжился, ребята, я хочу быстренько, вот буквально на полчасика, заглянуть в шахту и добыть немножечко ресурсов! Потому что в данный момент мой сундучок, мягко говоря, очень и очень пуст! Ну а мы это вместе с вами быстренько исправим! Ой, ты посмотри на него, нарядился, блин! Да, напялил на себя, чёрт пойми что, посмотри на него! Ё-моё, я их как-то не заметил, носатый, а чё-чё тут, собственно, происходит? Ой, чё происходит, чё происходит? Ты видел этот фартук? Уродский, некрасивый, фиолетовый! Да ладно вам, носатый, а чё плохого? Ну, захотел житель немножечко приодеться, довольно стильно выглядит! Да и цвет красивый, вон как я с ним прикольно сочетаюсь! Ерунда это всё, Пиксель, мы все в деревне одеваемся одинаково! Ну а этот житель захотел немного выделиться, чё вы на него набросились? Ой, да ладно, Пиксель, не обращай на них внимания, дураки они! Ну не дураки, а просто немного странный, носатый, современней нужно быть! Ну захотел он сегодня в фиолетовом фартухе походить, ну и ладно! Чё вы к нему докопались? Странные вы какие-то, современней нужно быть! Ё-моё, ребята, вот это бредятина, если честно, никогда бы не подумал! Что из-за такого может какой-то мини-конфликт в деревне появиться? Будем надеяться, что всё пройдёт нормально, ребята, потому что буквально на чуть-чуть я прямо сейчас вместе с вами хочу всё-таки отлучиться в шахту! Ё-моё, наброситься на другого, носатого, на друга своего, из-за того, что он надел фартух какого-то другого цвета! Ну, ё-моё, ребята, ну это же просто какая-то бредятина! Две тысячи двадцать четвёртый год на улице, можно делать всё, что угодно! Хочешь фиолетовый фартух? Пожалуйста! Хочешь розовый? Тоже надевай! Зелёный, фиолетовый, опять же, какой угодно! Очень странно, что жители деревни вообще обратили на это... Ё-моё, внимание! Обалдеть, ребята, я аж дёрнулся! Вы слышали? Какой-то, какой-то взрыв где-то на поверхности прогремел! Только, я, если честно, не понимаю, где и вообще откуда! Вроде как, все домики в нашей деревне целые, но я сто процентов слышал взрыв! И пока я не узнаю, где это случилось, ребята, я не успокоюсь! Потому что, блин, возможно, кто-то пострадал! Может быть, во время крафта это случилось! Но, кажется, ребята, я уже обнаружил место взрыва! Ё-моё, чё тут вообще случилось? Эти жители Пиксель какие-то неадекватные! Они сказали, что я какой-то ненормальный, и динамитом бросили! Подожди секундочку, ты говоришь про носатых, которые к тебе вот тут вот подходили? Ну да, Пиксель, те фермеры, которые говорили, что я какой-то не такой! Что я неправильно оделся и так далее! И они из-за этого в твой дом динамитом бросились? Они чё, неадекватные, блин? Ё-моё, как мне кажется, ребята, нужно срочно поговорить об этом с мэром! Это чё вообще за ерунда? Это значит, что каждый человек, который будет просто одеваться так, как ему нравится, Будет динамитом в свой дом получать? Да это бредятина какая-то! Ой, да ладно тебе, Пиксель, ну не надо, не надо никакого конфликта тут устраивать! Да не будет никакого конфликта, житель! Просто этим носатым нужно объяснить, что это бред какой-то! Ё-моё, а если я в определённый момент броню себе как-нибудь покрашу? Они чё, мой дом тоже взорвут? Ну это же просто бред какой-то! Так, ребята, мой поход в шахту немножечко откладывается! Пять слитков железа я таким образом быстренько добыл, теперь выкладываю абсолютно всё вот это вот в сундучок! А после чего вместе с вами я быстренько пробегусь по деревне и попробую найти тех самых жителей! Носатый ты, пожалуйста, пока что не расстраивайся! Я потом с подписчиками обязательно помогу тебе вот это всё дело отремонтировать! Сегодня ты будешь ночевать в своей кузнице и в своём офигенном фиолетовом фартуке! Уверен, что подобная ситуация в нашей деревушке больше не повторится! Сейчас самое главное найти вот этих вот разбойников! Да я вам говорю, жители, выгнать его из деревни и дело с концом! Так, ребята, подождите секундочку! Согласен полностью, напялил на себя не пойми, что и ходит тут! Вот это я понимаю, конечно, диалог подслушал! Нам вместе с вами нужно срочно что-то придумать! Потому что если сейчас они действительно это сделают, то из этого кузнеца они сделают самого настоящего изгоя! Или того хуже, я не знаю, забросают его динамитом, кулаками его покалечат! Только я, если честно, не знаю, что придумать! Может, может спрятать этого кузнеца где-то на время или с жителями этими пообщаться? Такого в нашей деревне, если честно, ещё не было! И поэтому я, я, я не знаю просто, что делать в этой ситуации! Ну, наверное, для начала, ребята, стоит предупредить кузнеца о том, что я сейчас совершенно случайно услышал... Так, подождите секундочку, а, а куда, собственно, кузнец делся? Он же буквально несколько минут стоял вот ровно вот на этом месте! Кузнец! Житель, ё-моё! Куда он запропастился? Кузнец, ты слышишь меня? Ё-моё, спрятался, что ли, куда-то или того хуже? Жители его уже обнаружили... Походу, ребята, мы с вами, мягко говоря, не успели! Толпа разъярённых жителей уже стоит возле этого бедного кузнеца, который, ё-моё, кажется, уже плачет! Пиксела-то капец какой-то, они, блин, с деревни меня выгоняют! Да это просто бредятина какая-то носатый, ну чё вы делаете? Да никто с этим жителем общаться не будет, ты посмотри на него! Напялил на себя фартук фиолетовый, чтобы выпендриваться! Да какой нафиг выпендриваться? Он просто его одел, потому что, ну, блин, это выглядит необычно! А в нашей деревне должно быть всё обычно! Да это ерунда просто какая-то, ну чего вы такие несовременные, вы просто какие-то глупые! Я вон тоже фиолетовый, это что, значит, меня тоже из деревни выгонять надо? Пускай он дальше живёт в деревне и делает всё, что хочет! Ага, конечно, с ним всё равно уже никто общаться не будет! Изгой самый настоящий, самый натуральный! Да чё вы такое говорите? Ну, носатый, ну, ну вы сами подумайте, ну это бред просто какой-то! Да ладно, Пиксель, я, я лучше реально, наверное, из деревни уйду! Если тут со мной никто общаться не будет, чё мне тут делать? Да просто жить как раньше и не обращать на них внимания! А если, а если они ещё раз бросят в твой дом динамит какой-нибудь, то я с вами лично разберусь! О, вы посмотрите, защитничек нарисовался! Посмотрим, Пиксель, как ты запоёшь, когда мы против тебя будем! Ой, ну конечно, конечно, носатый, угрожайте кому-нибудь другому! Серьёзно, вы мне вряд ли что-то сделаете! Ё-моё, куда он подевался? Ага, всё, ушёл тряпка из деревни, наконец-то! Теперь в нашей деревне полный порядок! Офигеть, а они куда ушли? Чё вообще, блин, произошло за... за... за одну минуту? Ё-моё, столько событий! Ладно, ребята, сейчас самое главное найти этого кузнеца и попробовать уговорить его вернуться в деревню! Ё-моё, ну пускай на время он снимет этот фарт, уходит по нему только дома! А потом носатый успокоится и всё будет... Ё-моё, плюс-минус обычно! Ох, ребята, как же я устал от этой деревни жителей! Серьёзно, постоянно из-за какой-то ерунды начинаются какие-то конфликты! Ну просто жить невозможно! Сейчас самое главное найти этого кузнеца и постараться его немножко успокоить! Кузнец, ты слышишь меня? Да, подъем, слезу! Ой, ё-моё, фух, как хорошо, что я тебя так быстро нашёл! Благо... фух, благо ты уйти далеко не успел! Кузнец, не обращай ты на них внимания! Возвращайся прямо сейчас в деревню! Я вместе с подписчиками помогу тебе кузницу отремонтировать! И буду несколько дней с тобой ходить, чтобы они тебя не обижали! Но если ты так сильно переживаешь, то... Ё-моё, ну носи ты этот фартук только у себя дома! Ё-моё, я поверить не могу, что всё видео крутится вокруг одного дурацкого фартуха! И всё потому, что жители моей деревни просто сошли с ума! Они, наверное, мне завидуют, что фартук у меня такой! Они завидуют тому, что ты хотя бы немножечко постарался как-то разнообразить свою жизнь! Они, ё-моё, самые настоящие дурачки, блин! Записать жителя нашей деревни, своего друга, кузнеца в самые настоящие изгои, потому что он решил немного приодеться! Это просто какая-то бредятина! И подобная бредятина, ребята, кстати, в жизни тоже происходит очень и очень часто! Но единственное, что я могу вам сказать по этому поводу, реально, вот не обращайте внимания, как бы это банально сейчас ни звучало! Ходите в том, в чём вам нравится, в чём вам действительно удобно! И не обращайте на мнение окружающих! Самое главное, чтобы вам было комфортно, удобно и просто-напросто хорошо! А если происходит что-то вот подобное, там, динамиты вас бросают или просто обижают, то лучше сообщите это своим друзьям, ну или, как минимум, родителям! В данном случае я помогу жителю сейчас всё как-то восстановить и немножечко буду его защищать! Короче, ребята, дело у меня, как вы понимаете, сейчас просто по горло, поэтому видео я буду на этом заканчивать! Не забывайте подписываться на канал, тыкать на лайк и нажимать на колокольчик! А также обязательно заходите завтра для просмотра нового интересного видосика! Всем огромное спасибо за просмотр, всем удачи, до завтра и пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok